Сегодня критиковать Советский Союз становится все менее модно, а главное не продуктивно. Меня лично это безусловно радует. Советский период, который я еще застал, при всех его недостатках имел массу преимуществ и положительных примеров, которые важны и нужно перенимать и сейчас. Достаточно вспомнить, как во времена СССР занимались кадрами, особенно для, как бы сейчас сказали, реального сектора экономики. Чтобы взобраться по карьерной лестнице на должность руководителя производства, начальника лаборатории, мало было закончить вуз. Нужно было пройти поэтапно, не пропуская ничего, все ступеньки этого роста. И эта возможность, так или иначе, была у каждого способного и упорного представителя рабочей профессии. Именно поэтому в советское время взрастило много талантливых руководителей, изобретателей, ученых, которые родили за любимое дело и плодами их трудовой деятельности мы пользуемся до сих пор. Совсем недавно от нас ушел Ильшат Газимович Ганиев, человек, создавший совхоз майский, таким, каким мы его знаем сейчас. А ведь мало кому известно, что в тепличное хозяйство он пришел после армии в начале 70-х годов молодым деревенским парнем. И почти за полвека убыточное производство овощей и фруктов в Татарстане превратилось в цветущий сад на уровне мировых стандартов. Начало 70-х годов прошлого века в СССР – это время бурного развития совхозов и колхозов. Сельское хозяйство уверенной поступью поднимается на второе место после промышленности в пьедестале производства волового национального продукта. Именно тогда стало меняться и само отношение города к деревне. Городам стали нужны все новые виды овощей, вне зависимости от сезона, которые могли вырастить аграрии. Так в Зеленодольском районе начинается строительство первого тепличного комплекса по выращиванию растений в закрытой среде. Ильшат Газимович пришел в наше хозяйство после армии. До сих пор помню – красивый, статный, в армейской форме. Мы оба начинали работать с низов. Я как инженер, он как агроном. Оба заканчивали сельскохозяйственный институт. Вначале он работал в лаборатории, потом стал начальником цеха, потом главным агрономом. Он сразу влился в коллектив. Молодой, амбициозный, решительный, настойчивый. Он был не просто мечтателем, он был двигателем прогресса. Зачастую его идеи казались фантастическими. Но он всегда мог доказать свою правоту. Агроном дословно означает «знающий законы земледелия» – одна из самых востребованных и уважаемых профессий на Земле. Земледелец – это и ученый, и труженик в одном лице. Он одновременно решает огромное количество задач – от посева до сбора урожая. В СССР, помнится, говорили – молодым у нас дорога. Но эту дорогу он прокладывал своим трудом, талантом и знаниями. Знаниями главных законов земледелия. Так в Татарстане появилась своя школа – школа Ильшата Ганива. Выращиваем мы свои растения в рассадных отделениях, на минераловатных кубиках. То есть вот в этот кубик мы сеем семечко. Я устроилась на работу, когда уже Ильшат Газимович был директором. Я с ним проработала 31 год. И я считаю, что всё, что я знаю на данный момент, это благодаря Ильшату Газимовичу нас ежегодно, ежемесячно отправлял на всякие семинары, выставки. То есть он постоянно хотел, чтобы мы учились. Хотел, чтобы мы учились, да. Круглогодичный сева оборот. Круглый год солнца, круглый год сбора урожая, круглый год прибыль. Тогда так работали только финны. А чем мы-то хуже? Ведь солнце можно создать самим. Так впервые в России появилось первое тепличное хозяйство с ламповым освещением. Всё было бы хорошо, только вот удовольствие, так скажем, не из дешёвых. Ильшат Ганеев для энергообъёмного предприятия начинает строить свои источники тепловой энергии. Сегодня это практически полностью автономное хозяйство, которое практически не зависит от естественных монополий. Мы обеспечиваем себя полностью 100% в этот теплом. И всё, вся досветка, которую светим мы, огурцы, томаты, 100% тоже наше электричество. Разница с тем, что закупаем из внешних сетей, больше рубля составляет. Поэтому это очень большая выгода для наших предприятий. Это большой вклад, что даёт конкурентоспособность работать на рынке. Можно сорвать и есть продукции свежайшие. Никаких, даже молекул, ядохимикатов нет. Вообще никаких обработок не делается. Такое вот государство в государстве из бурьяна в цветущий сад, конечно, нравилось не всем. Но он никогда не преследовал цели кому-то быть угодным или удобным. Он своими силами создавал свой оазис экономического и социального благополучия. Даже после смены экономической формации в стране Ганиев у себя на предприятия смог сохранить некоторые, ну скажем так, важные части моделей советского государства. Главная из которых – это социальная ответственность, руководство перед своим коллективом. У нас ведь ещё и жильё бесплатное. Мы строим жильё, значит, в аренду отдаём, пока работает жильё за работником, выходит на пенсию тоже за работником, как в советское время. Мы своим пенсионерам еженедельно даём и огурцы, и помидоры, и салат бесплатно. Он всегда говорил, то есть надо быть честным с собой и честным перед другими людьми. Если ты чем-то занимаешься, то ты должен делать это сам. Первое, второе, ты не должен это делать на время. То есть ты должен, если ты занимаешься, делать досконально, фундаментально, и как будто ты это делаешь на всю жизнь. Благородный и очень душевный человек, он был простым, во всём основательном и очень внимательным ко всем. Каждая встреча с ним словно школа жизни. У него каждое слово было выверено, каждая мысль глубока. Он был примером для подражания. Самое важное, что у нас есть, это действительно люди. Это понимание приходит именно тогда, когда эти люди уходят. Вместе с ними уходит целая эпоха. Эпоха великих свершений и неутраченных побед. Надежды, веры в лучшее будущее, в будущее, которое они создали своими руками. Эльзира Юзаева, «Семь дней». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова